Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. Республика Молдова официально начала переговоры о вступлении в ЕС. Люди игнорируют предупреждения властей и купаются в водоемах страны. Какая опасность их подстерегает, расскажем в новостях. ЕС распределяет ключевые посты в европейских структурах. Кто стал новым главой Совета ЕС в нашей зарубежной рубрике? В одной из европейских стран посреди лета выпал снег. Подробности через несколько минут. До 2030 года Республика Молдова должна быть готова стать частью Европы и к этому времени все молдавские граждане должны ощущать себя уже европейцами. Такое заявление после завершения межправительственной конференции Республика Молдова ЕС сделал премьер-министр Дарин Ричан. Глава молдавского Кабмина подчеркнул, что каждая закрытая глава переговоров будет означать видимые результаты, справедливые и предсказуемые законы, а также эффективные институты молдавской власти. Президент Майя Санду поставила на первый взгляд слишком амбициозную цель – быть готовым к вступлению в ЕС к 2030 году. Действительно, нам предстоит сложный путь – гонка со временем, в которой мы должны противостоять гибридным угрозам Кремля, поддерживать демократию перед лицом постоянных попыток дестабилизации и одновременно модернизировать страну. Дарин Ричан также затронул реформу юстиции. Молдавский премьер отметил, что от этой главы зависит не только вступление в Евросоюз, но это является основным условием создания справедливого общества в нашей стране. Наша борьба за интегрированную независимую систему юстиции, которая эффективно борется с коррупцией, продолжит успешно завершать эту главу переговоров. Мы приложим все усилия, чтобы граждане чувствовали верховенство закона. К 2030 году мы должны быть готовы к тому, что Молдова станет европейской страной, и чтобы все наши граждане почувствовали себя европейцами. Мы будем готовы к этому моменту стать частью великой европейской семьи. В пресс-конференции после межправительственной конференции приняла участие глава МИД Бельгии, которая заверила молдавского премьера в дальнейшей поддержке Кишинева на его европейском пути. Переговорный процесс принесет многочисленные выгоды гражданам Республики Молдова, и страны ЕС окажут всю необходимую поддержку в этом отношении. Реформы будут продолжать продвигаться в процессе вступления в Европейский Союз. В то же время, отвечая на вопрос, будут ли в Люксембурге обсуждать фактор Приднестровского региона в рамках процесса европейской интеграции Молдовы, еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархелли подчеркнул, что Террасполь ждут в ЕС в составе Молдова. Ранее переговорщик от Кишинева Кристина Герасимов дала понять, что в Приднестровском регионе должны рассчитать все плюсы от вступления в ЕС. Мы в этом отношении сделаем все возможное, учитывая экономическую привлекательность ЕС для Приднестровского региона. В прошлом году более 70% Приднестровского экспорта были ориентированы на рынок ЕС. В течение первых месяцев этого года данный показатель составляет уже 80%. Таким образом, мы считаем, что есть та самая экономическая привлекательность, которая могла заинтересовать ей так называемые власти из региона, чтобы внедрить у себя требования по вступлению в ЕС. Напомню, что во вторник в Люксембурге был дан старт переговорам о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз. Молдавская делегация под руководством премьера Дарина Ричана проводит там два дня. Старт переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз активно обсуждается в молдавском политическом сообществе. Некоторые считают, что данное мероприятие могло бы решить многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются граждане нашей страны, в то время как другие выражают обеспокоенность и неуверенность в отношении процесса вступления в ЕС. Исполнительный директор Института стратегических инициатив Влад Кульминский заявил в интервью на частном телеканале, что начало переговора в Люксембурге представляет собой часть решения текущих проблем в Республике Молдова, которые сохраняются с момента обретения независимости и по сей день. То, что сейчас подписывается в Люксембурге, является частью решения, а не частью проблемы. Я думаю, что для Республики Молдова Европейский Союз действительно является очень важной частью решения всех этих проблем, которые, да, очень сложны для страны. И я хотел бы вернуться к вопросу, каким будет другой вариант, другое решение. Ситуация, без сомнения, очень тяжелая, но я вам скажу, именно так и находились страны Юго-Восточной Европы до вступления. Между тем, председатель партии Республика Объединения Серджио Маккану обеспокоен началом переговоров, аргументируя свое мнение тем, что фактически некому вести переговоры по этому поводу. Мы остаемся в серой зоне, в болоте. Начало переговоров для меня мало что значит. Мы точно знаем, что эти люди не способны управлять делами государства. Как они могут иметь способность вести переговоры, когда мы за эти три года не увидели никакой стратегии? И лучшая стратегия, которую я считаю, должна быть – это общение с этими гражданами. А вот бывший башкан Гагаузии, но не председатель платформы Молдова Ирина Влах подчеркнула в виде обращений, что в рамках соответствующей информационной кампании представители организации спрашивали население страны о насущных проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Тем самым рядовые люди обратились к политикам в Кишиневе за конкретной помощью, но безрезультатно. В последние месяцы платформа Молдова реализовала кампанию «Голос народа», в ходе которой мы говорили с людьми об их проблемах и страхах. Мы несколько раз обращались к чиновникам в Кишиневе, пытаясь найти пути преодоления трудностей, с которыми столкнулись граждане, из-за чего сегодня молдавский народ крайне встревожен. Между тем, вице-спикер парламента Дойна Герман заявила, что действующая власть открыта для критики со стороны оппозиции, считая это абсолютно нормальным явлением. Это нормально, когда правящую партию или власть в целом критикуют, но это не означает, что вы должны критиковать европейскую повестку дня или процесс европейской интеграции, потому что в большинстве случаев приходится ставить все воедино и дискредитировать европейскую повестку, а это напрямую влияет на все общество. Напомню, что 14 декабря прошлого года Совет Европы одобрил начало переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз. Таким образом, наша страна является одной из девяти нынешних стран-кандидатов в ЕС. Между тем, мнения граждан относительно курса европейской интеграции Республики Молдова разделились. Некоторые говорят, что это исторический момент как для них самих, так и для всей страны, а вот другие люди настроены более скептически. «Я на сто процентов за это. Я вчера приехала из Европы, была в Болгарии, я проезжала через Румынию, я видела, как живет цивилизованный мир. Мы за вступление в ЕС обеими руками. Наши дети и внуки, давайте все жить в Европе. Там хорошо и нормально, жизнь прекрасна. Это жизнь, которую мы заслуживаем. Мы трудолюбивый народ и заслуживаем этого». «Не нужен ЕС. Мы должны быть Молдовой, а не ЕС. Разве нам нужен ЕС? Разве вы не видите, что там происходит? Все хуже и хуже. Прямо как было у нас раньше». «Я думаю, что это очень хорошее начало для Республики Молдова и Курс, который предлагается, является хорошим и простым. Все граждане должны внести свой вклад в выполнение всех стоящих перед нами задач. Нам нужно быть более вовлеченными, более решительными, знать, чего мы хотим и почему мы этого хотим. И я думаю, что информации достаточно много, чтобы сделать этот большой шаг». «Категорически против. Абсолютно против. Это глубоко ошибочное это». «Это благо и хорошее, и менее хорошее. Но мы надеемся, что оно будет блестящим, будет хорошим. Зарплаты сейчас оставляют желать лучшего. Именно за это мы и боремся. Мы надеемся достичь уровня заработной платы Европейского Союза. Мы здесь боремся с этой зарплатой. Но все равно хочется чего-то большего. Я думаю, если бы зарплаты были лучшие, те, кто уехал за границу, вернулись бы домой». «Давно надо было сделать это. К сожалению, так много лет было отложено для того, чтобы Молдова могла вступить или, по крайней мере, участвовать в переговорах о вступлении в ЕС. Я лично, моя семья, все мои знакомые очень рады и счастливы, что мы, наконец, приступили к этому важному политическому акту». «Если можно так выразиться, мы за. Пусть все получится. Во-первых, пусть дети возвращаются домой. Во-вторых, пусть построят дороги и инфраструктуру. Если мы с Евросоюзом, значит, все это у нас будет». Судья Иоанн Киртуаке намерен обжаловать в высшей судебной палате решение комиссии по предварительной оценке, которая повторно отклонила его кандидатуру на должность члена высшего совета магистратуры. Об этом магистрат сообщил для частного портала. Напомню, что в начале марта судья Иоанн Киртуаке стал объектом неоднократных слушаний в комиссии по приветингу. Его родители также были вызваны для выяснения некоторой информации об их доходах от работы за границей. Процесс слушаний вызвал недовольство в интернете, и многие посчитали такую практику неуместной. «Поскольку они были вынуждены отказать мне, они приплели к этому доходы родителей, полученные в диаспоре, в тот период, когда я еще не работал судьей. Думаю, мои родители проявили больше мужества, чем мнимые реформаторы, и я еще раз благодарю их. Я также хотел бы подчеркнуть, что эта комиссия осудила целое поколение родителей, которые были вынуждены оставить своих детей и уехать на работу за границу, чтобы обеспечить своим детям достойную жизнь здесь дома. Очевидно, что я буду подавать апелляцию на это решение в высшую судебную палату. И надеюсь, что там будут прояснены многие аспекты, в том числе связанные с соблюдением секретности членами секретариата комиссии и многие другие». Отметим, что случай с Иоанном Киртуака, который ожидал свою оценку более трех месяцев, до сих пор обсуждается в экспертном сообществе. Некоторые сравнивают подобную ситуацию с положением Домники Маноли, которая при одной власти была, цитата, «неудобным судьей», а при другой возглавила Конституционный суд. «Разумеется, мнения могут быть очень разными, но я думаю, что очень важно, чтобы не было такого процесса в постоянной мести, как у нас очень часто происходит. Я очень хочу верить, что то, что делается сейчас в судебной системе, делается из желания создать функциональную судейскую систему, не захваченную, не ту систему, которая будет работать по команде. Мы уже видели подобное, и тот факт, что мы сейчас находимся на уровне переговоров с ЕС, нам очень сильно в этом поможет». Комментируя в одном из последних интервью случаи с процедурой оценки судей Иона Киртуака, глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин заявила, что надеется, что ее семье не придется пройти через подобные испытания, как родителям Киртуака. Спустя полгода после того, как исполнительная власть утвердила решение о слиянии инфекционной больницы Томачорбы и больницы дерматологии и инфекционных заболеваний, депутаты от блока коммунистов и социалистов оспорили в конституционном суде закон, разрешающий их объединение. «Эту процедуру, если и делать, объединение, реорганизация, то это должен делать парламент, должен принять парламент. Министерство решило нарушить закон и сделать это через постановление правительства». «Мы с госпожой Даровиной в парламенте несколько раз предлагали слушание, причем слушание на базе нашей комиссии, без камер, сесть и поговорить откровенно. Этого не было сделано». «Депутаты правящей партии просто молчат. Хотя я точно знаю, что многие из них не согласны с этим вопросом. Поэтому мы надеемся, что Конституционный суд, ссылаясь на нормы Конституции, примет решение в пользу этих медучреждений, в пользу нашей системы здравоохранения». Напомним, что в интервью в феврале этого года министр Алани Миренко утверждала, что такая реформа необходима, поскольку Министерство здравоохранения получило финансирование на оборудование современной микробиологической лаборатории, а инфраструктура больницы Тома Чорба не позволяет установить такую лабораторию. По ее словам, скандал вокруг больницы Тома Чорба был направлен на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение. Напомню, что в конце прошлого года несколько сотрудников медицинских учреждений не согласились с решением о слиянии и организовали две акции протеста перед зданием правительства, требуя пересмотра проекта. В компании «Молдова ГАЗ» назначили временный состав правления, который будет действовать в течение трех месяцев. Соответствующее решение во вторник одобрил Наблюдательный совет. Пост руководителя на этот период сохранит Вадим Чубан. Наблюдательный совет «Молдова ГАЗ» принял к сведению истечение срока полномочий 25 июня 2024 года нынешнего состава правления предприятия. В то же время сроком на три месяца одобрили новый состав правления из семи человек. А именно в совет вошли Антон Бубенев, Павел Власов, Денис Емельянов, Роман Жилно, Михаил Юрьев, Вадим Чабан и Сергей Корин. При этом на тот же период председателем правления назначен Вадим Чабан, а Денис Емельянов, Михаил Юрьев и Сергей Корин станут его заместителями. Напомним, что 25 июня истекли мандаты всех девяти членов правления «Молдова ГАЗ». Из них пятеро членов – представители «Газпрома» и четверо от «Молдовы». Министерство энергетики объявило конкурс на должности членов правления «Молдова ГАЗ», в том числе руководителя. До этого членов правления назначали. Жители столицы Бельц могут платить меньше за отопление. Национальное агентство по регулированию в энергетике предлагает более низкий тариф, чем тот, который предлагает термоэлектрика. Нары опубликовала проект для публичных консультаций. После завершения этого этапа на сайте учреждения будет опубликована дата собрания, на котором будет принято решение по предложению термоэлектрика. Согласно проекту, вынесенному на публичные консультации, предлагаемый тариф составляет 1824 лея за гигакалорию против 1997 леев, которые предложены поставщиком. Последняя корректировка тарифов на тепловую энергию в муниципе Кишинев произошла 19 марта. Текущий тариф составляет 2138 леев за гигакалорию без учета НДС. И 27 июня будет наблюдаться рост цен на основные виды горючего. Так, бензин подорожает на 6 банов, а дизельное топливо на 9, сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Таким образом, в четверг литр бензина марки А95 будет стоить 24 лея 67 банов. Такой же объем дизельного топлива обойдется в 21 лей 44 бана. Несмотря на то, что вода и пляжи столичных озер загрязнены и представляют опасность для здоровья, некоторые горожане все же решаются на водные процедуры в водоемах столицы. Наша коллега побывала на нескольких Кишиневских озерах и выяснила, что люди думают о предупреждении властей. Некоторые граждане смело идут отдыхать на пляжи и озера столицы, не беспокоясь о том, что они могут представлять опасность для здоровья. Другие все же стараются не входить в воду. Раз в неделю приходим, иногда два. Ведь сейчас лето, мы приходим сюда, здесь очень хорошо. Недавно поставили эти лежаки, ведь везде песок. Есть столик, комфортно, песок меняют. Не такой белый, как в Болгарии, но все равно хорошо. Да, несколько раз. Смотрите, я еще мокрая. Вода очень хорошая, 19 градусов. Нет, нет. Говорю, что проработала 45 лет и являюсь ветераном труда. Да, воду систематически проверяют. Я поддерживаю связь с моими девочками из центра, с железной дороги, из города и много откуда. Все под контролем. Вода хорошая, только душ не работает. В прошлый раз работала, а сейчас не знаю, что случилось. Позвоню. Если вы вышли из воды, принимайте душ. Идите домой, принимайте душ. И в этом нет ничего страшного. Нет, я здесь не купаюсь. Я в душ вот хожу. Я просто загораю и все. Боюсь, конечно, боюсь. То есть в воду не заходишь? Нет, ну по колено максимум. Если честно, боюсь, но я не слышала. Я не слушаю телевизор, не слушаю этого. Честно вам скажу, я не купаюсь в реках. Да, немного. Есть вода в душе. Я не ложусь на песок, только на траву. Куда приходить загорать? Грязной воде? Нет, не имеет смысла. Невозможно купаться. Когда я был маленьким, здесь купались, но сейчас нет. Сюда стекается дождевая вода или в Валя-Морилор то же самое. Да, конечно, если в Днестре проблемы, хоть люди и купаются, вода чистая. Есть проточная вода. Но здесь ее нет. Как-то надо думать, что и рыба нехорошая. Я была в других, более естественных местах, так сказать, но не в городе, а за городом. А здесь, в парке, нет. Скорее всего, нет. Я предпочитаю более естественные воды, море, реку. Я слышала, но, честно говоря, в этом году я действительно не была осведомлена о загрязненных водах. Но все равно здесь не разрешают детям купаться. Напомним, в результате лабораторных исследований представители Центра общественного здоровья установили, что воды в озерах содержат нитраты и заражены бактериями. У нас есть исследование за май и за июнь. Последнее, что было сделано по поводу качества воды в рекреационных зонах, в озерах, хочу сказать, что в июне в озере Ватра был обнаружен холероформный вибрион 001. Это холероподобный вибрион, который, возможно, и не вызывает холеры, но может вызвать острую диарею. А в озере Валя-Трандафирилор обнаружены кишечные энтерококки, которые также могут приводить к острой диарее. Представитель Центра предупреждает, что опасаться стоит и песка на пляжах, так как он содержит бактерии, которые могут вызвать различные заболевания. В песке на пляже, исследованном в начале летнего сезона, в Адулы-Воде, в Атре и Лаизвор, были обнаружены калиформные бактерии и энтерококки. Все это в совокупности или по отдельности может вызывать различные заболевания, вспышки острых кишечных расстройств у тех, кто отваживается купаться в озерах. Призыв Центра общественного здоровья к населению воздержаться от купания в озерах и пользоваться тем, что есть на пляже, а точнее на территории пляжей. Отреагировали представители ассоциации по управлению зелеными насаждениями. По их словам, в ближайшее время будут установлены информационные панно, которые будут напоминать гражданам о запрете потребления воды из упомянутых источников для питья и купания. Эту воду допустимо использовать только для бытовых и технических целей. В Молдову с официальным визитом прибыл начальник штаба обороны румынской армии генерал Влад Георгицы. В ходе встречи с министром обороны Анатолием Асатым стороны обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере, а также ситуацию с региональной безопасностью. До 27 июня румынский чиновник проведет встречи в президентуре и парламенте Республики Молдова. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Молдовский спортсмен Максим Карайон завоевал две золотые медали на Кубке мира по роллер-спорту в Чехии. Первую золотую медаль спортсмен завоевал на соревнованиях по скоростному слалому, а в финале он обошел соперника из Польши. Кроме того, Карайон занял первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту, обойдя соперников из Чехии и Украины. Продолжается восстановление тротуара на бульваре Ренаш-Терри-Национале в столичном секторе Рыжкановка. По данным мэрии, в настоящее время ведутся работы на отрезке от улицы Каля-Архейлуй до улицы Богдан-Войвод. Установлен бордер, проложен тротуар, изменены существующие параметры, предстоит благоустроить зеленую зону. Ранее на бульваре Ренаш-Терри-Национале на участке между мостом у цирка и улицей Богдан-Войвод тротуар был отремонтирован, а местами создан с нуля. Пограничная полиция совместно с офицерами и прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщили о завершении расследования дела о контрабандном возе в Молдову автомобилей для дальнейшей продажи запчастей на сумму около 2 миллионов леев. В результате обыска все семь контрабандных автомобилей найдены. По делу проходит четверо фигурантов в возрасте от 20 до 30 лет, в том числе организатор преступной группы, которая, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности. За последние несколько суток трое водителей пытались дать взятку полиции, чтобы избежать наказания. Так, в Окнице патрульно остановили мотоциклиста, у которого не оказалось водительских прав. Алкотестер определил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В столице 37-летний иностранный гражданин управлял грузовиком, зарегистрированным ненадлежащим образом, а третий водитель нарушил скоростной режим в Еловинах. В полиции отметили, что нарушители пытались дать взятки, несмотря на то, что им сообщили об уголовной ответственности за коррупционные деяния. Около трех часов три пожарных расчета в Бендерах тушили заброшенное здание в районе депо. По словам начальника пожарной части города, пожарным удалось проникнуть в комнату на третьем этаже, где находился очаг. Работало еще одно звено газодымозащитной службы, которое тушило пламя в комнате. Через окна пламя перекинулось на крышу здания. Примерная площадь пожара около 200 квадратных метров. По данным СМИ, непризнанной ПМР причиной пожара специалисты назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования. Таможенная служба предупреждает граждан, которые собираются получить посылки по почте о рассылке и извещении с ложным содержанием или с квитанциями на оплату. В связи с этим сотрудники таможенной службы обратились к общественности. Таможенная служба не направляет платежной квитанции. Если вы ждете посылку и получили сомнительные сообщения, такие как квитанции на оплату или уведомления, мы рекомендуем вам позвонить в единый колл-центр таможенной службы по телефону 022-788-888 и проверить достоверность информации. По данным таможенной службы, в последнее время появилось несколько мошеннических схем. Напомним, что на прошлой неделе был задержан 32-летний мужчина за причастность к двум случаям мошенничества, совершенного по схеме. Родственник попал в ДТП. В международном аэропорту Кишинева 49-летняя женщина, вылетающая рейсом Кишинев-Доблин, пыталась спрятать от таможенников золотые слитки. Во время проверки в ручной кладе пассажирки были обнаружены семь золотых слитков, которые она не задекларировала. Товар был изъят, а нарушительница оштрафована. В этом году приемные экзамены в ВУЗы пройдут с 22 по 29 июля, а окончательные результаты будут опубликованы 9 августа, сообщает Минобразование. Таким образом, абитуриенты смогут подать документы в 12 государственных и 4 частных университета. В то же время дополнительная сессия пройдет с 10 по 14 августа, а список поступивших будет объявлен 20 августа. Напомним, в этом году абитуриенты впервые смогут подавать заявление через платформу eadmitere.gov.md. Более 5 килограммов наркотиков обнаружили сотрудники правоохранительных органов в доме одного из жителей столицы. Оценочная стоимость изъятых веществ составляет 2 миллиона леев. Мужчину задержали на 30 суток. В ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый незаконно брал финансовые средства у покупателей посредством электронных платежей. Впоследствии деньги переводились на расчетные банковские счета и снимались в банкоматах. В результате обыска было обнаружено и изъято 6 пакетов по 0,5 килограммов растительной массы, похожей на каннабис, всего 3 килограмма. Более 2,5 килограммов растительной массы, похожей на гашиш и два мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного распространения наркотиков, этноботанических средств или их аналогов. Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В Молдове продолжают отмечать Международный день Молдавской народной рубашки. По этому случаю в парламенте прошло мероприятие под названием «Ия за европейскую интеграцию», которое собрало депутатов, деятелей культуры и тех, кто продвигает народные традиции. Мероприятие было организовано платформой женщин-депутатов в партнерстве с Национальным музеем этнографии и естественной истории. По этому случаю в парламенте была организована выставка 20 традиционных костюмов, изготовленные народными мастерами из разных уголков страны, а также экспонаты из наследия Национального музея, этнографии и естественной истории. «Действительно, и я часть нашего наследия, и это элемент, с которым мы, я уверен, придем в большую европейскую семью. Мы покажем, насколько глубоко наше культурное наследие, наши традиции и так далее. Я поздравляю тех, кто выступил с такой идеей организовать мероприятия и передадим детям любовь к Ии». «Мы в парламенте чествуем и празднуем традиции и национальные ценности, потому что Европейский союз – это в первую очередь о единстве через разнообразие. Я счастлива, что мы смогли объединить праздники Ии за европейскую интеграцию». Генеральный директор Национального музея этнографии и естественной истории Петру Викл подчеркнул, что с радостью согласился принять участие в выставке, которая продвигает культурное наследие и дает возможность снова познакомиться с историей костюмов. «Коллекция, представленная в парламенте, состоит из 20 полных костюмов, каждый из которых содержит соответствующую информацию о месте их происхождения и мастерах, создавших их. Речь идет о костюмах, которые шили за последние два-три десятилетия. Эти произведения были переданы музею народными мастерами и сегодня являются частью национального достояния». Также в сквере законодательного органа была создана небольшая зона, куда сотрудники парламента принесли предметы рукоделия, доставшиеся в наследство от бабушек и прабабушек, и бережно сохраненные для передачи следующим поколениям. Это и молдавские ковры, полотенца, различные аксессуары для дома, а также предметы декора. Праздничную атмосферу дополнил хор девочек, учениц высшей школы музыки и искусств при монастыре святых жен Мироносец Марфы и Марии в селе Хаджимус Каушанского района. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Любой мирный план прекращения войны России против Украины должен основываться на международном праве, а мир должен быть справедливым, об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя план урегулирования военного конфликта в Украине, представленный двумя советниками экс-президента США Дональда Трампа. Накануне агентство Reuters сообщило, что советники Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России и Украины в случае победы на президентских выборах. Документ предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, но только в том случае, если вступит в мирные переговоры с Россией. Вместе с тем США предупредят Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению военной поддержки Украины со стороны США. В свою очередь украинские власти исключают территориальные уступки, а в качестве предпосылки для начала мирных переговоров с РФ выдвигают требование восстановить границы Украины на момент 1991 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение суток. Как именно он собирается сделать это, Трамп не сообщил. Руссула фон дер Ляйн сохранит пост главы Европейской комиссии на второй срок. К соглашению об этом пришли участники переговоров от главных политических групп Евросоюза. Как сообщает Рейтерс, на встречу также обсудили кандидатуру на высшие руководящие посты. Согласно договоренности, экс-премьер Португалии Антонио Кошта станет председателем Совета ЕС, сменив шар для Мишеля, а премьер-министр Эстонии Кая Калас будет назначен главой внешнеполитического ведомства ЕС, которым сейчас является Жозеп Баррель. Ключевые посты блока распределяются в рамках доминирующего альянса в Европарламенте, в который входит Консервативная Европейская Народная партия, а также соратники, социал-демократы и центристы. Официально кандидатуры должны быть утверждены на саммите ЕС, который состоится 27 июня в Брюсселе. Сенатор Диана Шашуака заявила о своем намерении баллотироваться в президенты Румынии. Об этом она объявила на совместном заседании обеих палат румынского парламента, одетая в военную форму. Она сказала, что это ее последнее выступление после избрания в Европарламент. Диана Шашуака по профессии юриста с 2020 года сенатор в парламенте Румынии. Тогда она прошла по спискам партии Аур. Во многом ее депутатская деятельность выражается в скандальных заявлениях, озвученных прямо с парламентской трибуны. В феврале 2021 ее исключили из парламентской группы Альянса за объединение румын за действия, идущие в разрез политической линии партии, но она сохранила статус сенатора. Позже Шашуака объявила о создании новой партии СОС Румыния, от которой, собственно, и будет баллотироваться в президенты. В Иране идет кампания по выборам нового президента вместо недавно погибшего в авиакатастрофе Ибрахима Рейси. Голосование состоится уже в эту пятницу, 28 июня. К выборам допущены шесть кандидатов, их отобрали из более 80 человек. По данным агентства Reuters, местные жители поддерживают кандидатов-сторонников верховного лидера страны Али Хаминеи. Так, шансы на победу высоки у спикера Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем Совете национальной безопасности Саида Джалили. Беспорядками и столкновениями с полицией обернулись протесты против ужесточения налогообложения в Кении. Во вторник манифестанты прорвались в парламент в столице страны, где депутаты обсуждали соответствующий законопроект и подожгли здание. Полиция применила огнестрельное оружие. По меньшей мере пять человек погибли, сообщают местные медслужбы. Депутаты успели принять спорный законопроект о введении новых налогов, после чего через черный ход покинули здание, которое штурмом пытались взять демонстранты. Пожар позднее был потушен, протесты, сопровождающиеся беспорядками, охватили и другие крупные города страны. Вышедшие на улицы кенийцы выражают разочарование политикой нового президента и негодование решением правительства ввести новые налоги в условиях резкого роста цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Кенийский лидер Уильям Рута назвал действия манифестантов предательскими и пообещал подавить беспорядки любой ценой. Для восстановления порядка в стране власти прибегли к помощи военных, усилены подразделения спецназа. Для того, чтобы спорный законопроект вступил в силу, в течение двух недель его должен подписать президент. Джулиан Асанж официально вышел на свободу. Судья Федерального окружного суда США одобрил на острове Сайпан сделку основателя Викиликс и американского Минюста. Согласно ей, Асанж признал себя виновным по одному из 18 обвинений в нарушении закона о шпионаже. А суд учил журналисту уже отбытый тюремный срок и постановил, что его дальнейшее заключение не требуется. Теперь основателю Викиликс по условиям сделки запрещено приезжать в США без разрешения, отметили в американском Минюсте. Суд, в свою очередь, признал, что Асанж не нанес никакого вреда своими публикациями, а они носили исключительно новостной характер, заявил его адвокат Барри Поллок. Правда, пишет Гардиан, Асанжа обязали уничтожить американские секретные документы. При этом его адвокат отметил, что работа Викиликс продолжится, и Асанжи дальше будет выступать за свободу слова и прозрачность правительства. Сам Асанж покинул здание суда под аплодисменты, но общаться с журналистами не стал. Он уже вылетел в Австралию. Напомним, в США ему грозило до 175 лет тюрьмы. КНДР вновь начала бомбардировку Южной Кореи воздушными шарами с мусором, сообщили в военном ведомстве Сеула. Это уже пятый запуск такого рода с конца прошлого месяца, передает агентство ЮНХАП. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что неопределенное количество шаров, запущенных с севера, направлялось на юго-востоке с северной части провинции Кенгида, которая окружает Сеул. Общественности рекомендовали не трогать упавшие шары и сообщать о них военным или полицейским. Министерство объединения Сеула сообщило, что в некоторых пробах почвы из мусора, отправленного с севера, были обнаружены паразиты, но при обследовании 70 шаров вредных веществ не было найдено. Также были обнаружены разорванные куски одежды, такие как галстуки и синие куртки. Эти вещи были идентифицированы как предметы, ранее предоставленные Северной Кореей и Южно-Корейской компанией. С 28 мая КНДР по оценкам запустило более 1600 шаров с мусором. В ответ Южная Корея 9 июня впервые за 6 лет начала вещание антиправительственных передач через пограничные громкоговорители. Однако в итоге вещание решили не продолжать, чтобы не допустить обострения ситуации. В Китае сдан в эксплуатацию ледокол собственного производства под названием «Дзиди». Научно-исследовательское судно сошло с верфи в южном городе Гуанчжоу. Ледокол оснащен самым современным оборудованием. Зимой он может ходить в замерзшие моря для исследований, проводить спасательные работы среди льдов и научные изыскания в полярных регионах. Судно может преодолевать лед толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Длина ледокола почти 90 метров, ширина около 18, скорость 15 узлов, а дальность плавания – 14 тысяч морских миль. При одноразовом пополнении запасов китайский ледокол может обеспечить пребывание в море 60 членов экипажа в течение 80 дней. Засушливая погода привела к сокращению урожая оливок в Испании. По той же причине страдают вьетнамские производители кофе. В результате цены на сорт робоста достигли рекордных значений. Оливковые рощи испанского города Альмерия в этом году не такие зеленые и ветвистые. Обычно на испанские плантации приходилось почти половина мирового производства оливкового масла. Его даже называют «золотым запасом королевства». Но аномальная жара и длительная засуха привели к сокращению урожайности деревьев вдвое. Как результат, цены на готовый продукт выросли настолько же. Это привело к сокращению объема в продаж оливкового масла на 8%. А продукт – важная часть повседневной жизни испанцев. Они едят его на завтрак, обед и ужин. Помню, раньше литр стоил 5 евро, а теперь плачу по 10 евро. Обычно покупаю пятилитровые канистры. Цена получается очень высокой. Это слишком дорого, ведь оно очень полезно для здоровья. Глобальное потепление бьет по карманам кофеманов. Цены на бодрящий напиток сорта «Робуста» взлетели до нового максимума за 45 лет. Сейчас за его тонну оптовики дают 880 долларов. А все потому, что ключевой производитель этого сорта – Вьетнам – сокращает поставки из-за засухи. Вместо ярких ягод фермеры собирают выжженные плоды и подсчитывают убытки. Страна, по прогнозам экономистов, недосчитается 20% экспорта в этом году. «Обычно в кофейной ягоде находятся два зерна, но в этом году часто развивается лишь одно. Такое происходит, когда одно зерно погибает из-за нехватки воды. Это значительно снижает урожай. Фермеры в панике». Любителям шоколада придется не сладко. Только за последний год цены на какао-бобы подскочили почти в три раза. Первая причина – плохой урожай в Западной Африке, на которую приходится 70% мирового производства какао. Этому способствовали экстремальные погодные явления, вырубка лесов и болезни, поражающие пассивы. Во-вторых, по словам аналитиков, на стоимости товара отразилось удорожание логистики из-за атак йеменских мятежников на торговые суда в Красном море. Производители шоколадных изделий вынуждены сокращать персонал и урезать производство. В этом году Великобританию покинет рекордное число миллионеров. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные опроса о миграционных планах состоятельных людей. Всеобщие парламентские выборы 4 июля по оценкам аналитиков еще больше усилят их отток. Великобритания в этом году потеряет 9,5 тысяч миллионеров больше, чем любая другая страна в мире, за исключением Китая. К такому выводу пришли аналитики из международной консалтинговой компании. Состоятельные люди покидают туманный Альбион из-за политических потрясений в стране и по экономическим причинам. В частности, многих не устраивают высокие налоги и дороговизна обучения детей в престижных вузах. Эти цифры отражают скопление факторов, снижающих привлекательность Великобритании для состоятельных людей. Отток состоятельных людей ускоряется политическими решениями накануне выборов. Лондонские сети больше не рассматриваются как финансовый центр мира. Эта оценка появилась в то время, когда Соединенное Королевство готовится к парламентским выборам. Они пройдут 4 июля. По предварительным опросам населения, оппозиционную лейбористскую партию поддерживает на 20% больше людей, чем правящих консерваторов. Первая как раз-таки выступает за повышение налогов для обеспеченных. «Мы планируем снизить налоги для самозанятых, тех, кто покупает свой первый дом, для пенсионеров и для семей. А лейбористская партия ясно дала понять, что налоги будут расти. Независимые источники показывают, что если они одержат победу, то налоговое бремя поднимется до самого высокого уровня в истории». Раньше Великобритания считалась основным местом проживания самых богатых людей мира. Однако все поменялось после Брексита. Выход Королевства из Евросоюза положил конец свободному передвижению людей между Соединенным Королевством и ЕС, а также создал новые барьеры для торговли и инвестиций. Теперь самым популярным направлением для миллионеров стали Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 году там ожидают принять 6700 богатых людей. «В Сингапуре у посетителя казино случился сердечный приступ, и он упал в обморок после того, как сорвал джекпот, выиграв более 4 миллионов долларов», пишет Daily Mail. К счастью, информация о том, что он скончался, оказалась ложной. Инцидент произошел на фоне ликующей атмосферы. Свидетели описали сцены эйфории, быстро переходящей в панику, когда счастливчик рухнул на пол. Некоторые СМИ написали, что он скончался на месте, но медики опровергли эту информацию. Сейчас новоиспеченный миллионер находится в больнице и идет на поправку. Живыми и невредимыми нашли двух пропавших спелеологов на севере Испании. Поиски длились 40 часов. Оба спелеолога – опытные специалисты. Они шли по трудному маршруту в системе пещер Гарма-Сьего-Сима-Дель-Самбрера, где уклоны достигают глубины в 500 метров. Переход занимает 20 часов. Когда исследователи не вернулись, началась спасательная операция. Возможно, спелеологи потеряли источники света. Следуя правилам, они оставались на одном месте, ожидая помощи. В поисках участвовали горноспасатели Гражданской гвардии Испании. Одновременно спелеологов разыскивали с воздуха, на случай, если с ними что-то случилось уже снаружи. В этом районе не работает мобильная связь, поэтому сообщить о бедстве невозможно. Когда спелеологов нашли, они чувствовали себя хорошо. Тем временем итальянские горноспасатели эвакуировали троих польских альпинистов, застрявших у вершины горы зуб-гиганта в районе Вали Даоста. Путешественники обратились за помощью ночью, когда выяснили, что не смогут спуститься обратно с вершиной высотой чуть более 4000 метров. Пришлось вызывать вертолет, состояние всех спасенных хорошее, и медицинская помощь им не понадобилась. В некоторых регионах Европы погода кардинально изменилась. В Италии температура резко упала, а в некоторых регионах выпал снег. Это кадры, снятые недалеко от границы со Швейцарией, где снежный покров достигает 10 сантиметров. По словам метеорологов, это необычное явление было вызвано приходом холодной воздушной массы из Исландии. Эксперты говорят, что такая погода сохранится как минимум до 27 июня. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите сериал «Школа женского счастья». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.